30 лет назад, 20 ноября 1991 года, произошла одна из самых страшных трагедий современной истории Азербайджана. В тот день в небе над селом Гаракент Ходжавенского района Азербайджана армянскими боевиками был сбит азербайджанский вертолет Ми-8. На его борту находились государственные деятели Азербайджана и группа журналистов, а также члены миротворческой миссии из России и Казахстана. Они направлялись в регион для ознакомления с ситуацией в зоне армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Спустя 30 лет виновные в преступлении до сих пор не понесли наказание. Это говорит о том, что в мире по-прежнему доминируют двойные стандарты, которые не позволяют нам реализовывать международное право в полной мере и судить этих людей по всей строгости закона. К сожалению, эти же люди, виновные в геоциде Коджалы и в трагедии азербайджанского народа, до сих пор разгуливают на свободе, умудряются делать какие-то политические заявления и все еще претендуют на власть. Конечно, история таких преступлений не имеет срока давности, и мы вправе требовать, чтобы виновники понесли наказание в соответствии с международными законами. В тот день азербайджанский народ потерял видных сыновей Родины. 20 ноября 1991 года в небе над селом Гаракянт Хучавенского района Азербайджана армянскими вооруженными силами был сбит вертолет Ми-8. На борту находились государственные деятели Азербайджана и группа журналистов, а также члены миротворческой миссии России и Казахстана. Они направлялись в регион для ознакомления с ситуацией в зоне армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. В результате теракта погибли все пассажиры и экипаж. Госсекретарь Тофик Исмайлов, генеральный прокурор Исмет Гаибов, депутат Велим Амедов и другие видные государственные деятели направились в регион для переговоров. Армянские сепаратисты тогда еще раз подтвердили свою террористическую сущность. Они взяли под прицел даже иностранных миротворцев. Погибли 22 человека. Сегодня историческая справедливость восстановлена. Окупант и агрессор наказаны. Мой отец – депутат Вагиф Джафаров. Он находился на борту этого вертолета. Помню, насколько папа был привязан к Карабаху. Особенно он любил шушу. Теперь, после освобождения наших земель от армянской оккупации, его душа обрела покой. Я благодарю каждого, кто внес свой вклад в эту великую победу. Кровь жертв армянского зверства не осталась неотомщенной. Преклоняюсь перед памятью всех героев, отдавших свои жизни в борьбе за территориальную целостность Азербайджана. Я годами ждала освобождения Карабаха от оккупантов. Теперь я смогу побывать в Шуше, в городе, которым так восхищался мой отец. Он был настоящим патриотом и мог пожертвовать всем для Родины. Виновные в преступлении до сих пор не понесли наказание. Черные ящики так и не были найдены. Следствие же было приостановлено ввиду того, что территория, на которой был совершен террористический акт, находилась под оккупацией вооруженных сил Армении. Шамистан Мамедов, Амина Гасанли, СБСИ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова